Создание многофункциональных центров МФЦ, получение населением государственных муниципальных услуг стало намного комфортнее. Но в городе Карачаевске пошли намного дальше в решении вопроса упрощения и комфорта при получении услуг населением и создании принцип единого окна и для оплаты коммунальных услуг. И все это можно сделать все там же, в МФЦ. Мадина Каракетова пообщалась с довольными клиентами. Ирина Шаманова сегодня впервые оплачивает счета по коммунальным услугам в многофункциональном центре в Карачаевске и уже оценила новшества. Мы не знали, нам сказали. Очень приятно, были удивлены. Очень удобно стало для нас. Коммунальные услуги мы ходили в расчетный центр, оттуда ходили в теплосеть. Было очень неудобно. А здесь все очень хорошо. Здесь подошли, нам подсказали, касса рядом. Подошли, оплатили и пошли. Очень удобно для всех. Идея создания единого окна РКЦ в многофункциональном центре возникла довольно давно. Были обращения, просьбы от жителей, в основном от пожилых горожан и многодетных семей, рассказывает исполняющая обязанности руководителя карачаевским городским МФЦ Далхат Каркмазов. Да и само руководство МФЦ давно вынашивало идеи, как еще больше упростить жизнь горожанам. На сегодняшний день МФЦ предоставляет 48 государственных услуг, 58 региональных услуг и 138 муниципальных услуг. Мы можем еще также, согласно агентским договорам, принимать приемы платежей по коммунальным услугам. То есть это в городе Тибердея, можем принимать город Карачаевск и Орженикидзе. Идея эта появилась у нас по многочисленным, большинству, наверное, по многочисленным просьбам жителей города Карачаевска. Население нашего города может оплатить все коммунальные услуги в едином окне. То есть человек приходит за раз, оплачивает все коммунальные услуги, имеется за свет, за воду, за вывоз мусора. Это можно осуществить за один раз. На сегодняшний день Единая РКЦ является неотъемлемой частью МФЦ Карачаевска. Причем, рассказывает Алхат Каркмазов, пока МФЦ Карачаевска единственная на всем Северном Кавказе, который ввел такую удобную для населения дополнительную услугу. Можно сделать еще удобным способом, допустим, по госуслугам назначить день, назначить время, прийти за самое минимальное время, оплатить за ЖКХ, за минуту, за 20, за 30 успехов. Алхат Каркмазов также напомнил о расширении экстратериальных услуг многофункциональных центров. И это означает, что за услугой можно обратиться в любое МФЦ или ближайшее подразделение, и неважно, где человек зарегистрирован или проживает. Для руководства МФЦ, помимо создания комфортных условий для населения, важна и погода в многофункциональном центре, и важны критерии при подборе операторов, помимо знания и недолжностных обязанностей, вежливость и доброжелательность при общении с клиентами. Люди здесь очень доброжелательные работники, помогают во всем, делают работу очень быстро, хорошо, слаженная работа, очень хорошие, доброжелательные люди. Спасибо им большое всем. Напомним, что такие же единые окна РКЦ при многофункциональных центрах, как в Карачаевске, функционируют в Тиберде и Орженикидзевском. И это не предел совершенствованию, обещают в МФЦ Мадина Каракетова, Расул Пердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск.